Итак, ребятки, всем привет! Сегодня мы будем с вами изучать одну из самых крутых техник, с помощью которой вы сможете взять и сконтролировать 4 туза с разных мест в колоде. Это очень сложная техника, это очень крутая техника. Такого вы еще, я думаю, не видели. Ну и если вам такая техника понравится, ставьте лайки, напишите об этом в комментариях. Ну и давайте-ка сейчас мы с вами перейдем к ее демонстрации. Чтобы вы понимали, мы берем 4 туза, засовываем в 4 разные стопочки. Все эти стопочки мы соединяем, перетасовываем и потом мы все равно делаем чудо. Итак, поехали! Для этой техники мы с вами берем абсолютно обыкновенную колоду карт, хорошенечко ее перетасовываем. Ну и теперь выбираем с колоды 4 туза. Раз, два, три, четыре. Показываем зрителю, это у нас абсолютно обыкновенная колода карт, больше у нас тузов, как вы видите, нет. И теперь мы примерно делим нашу колоду на 4 равные части. Раз, два, три и четыре. Что теперь нам нужно сделать? Мы берем первую стопочку и показываем туза. И вот так вот засовываем куда-нибудь в центр. Что самое главное, мы показываем у нас, действительно все очень чисто, у нас туз находится именно в центре. Показываем дальше карты и вот так вот куда-нибудь в центр его тоже засовываем. То же самое проделываем и со следующими картами. Например, вот так вот куда-нибудь в центр засовываем. И последняя стопочка. Точно такая же процедура. Мы показываем туза и вот так вот засовываем куда-нибудь в центр. Теперь мы все это дело собираем и вот так вот аккуратненько задвигаем, показывая зрителю то, что у нас тузы находятся действительно где-то в центре колоды. И сейчас, чтобы усложнить нам задачу, мы возьмем это все дело и начнем тасовать. Я думаю, мы начнем с чего-нибудь простого и будем постепенно разгоняться. Самое простое, я думаю, вы знаете эту тасовку. Это самое простое, что можно придумать и каждый сможет такое повторить. Ну а давайте-ка мы сейчас с вами примерно на две части ровненькие, так сказать, разделим нашу колоду и сделаем тасовку, которая уже, ну прям вообще, намного эффектней той, которую я вам сначала показал. Вот такая вот. Называется она Faro Shuffle. Очень эффектно выглядит. Я думаю, вы со мной спорить не будете. Далее у нас есть еще очень интересная тасовка. Она называется Faro Shuffle на столе. Вот так вот она выглядит. Но как ни крути, мы все равно карты перетасовываем. Есть еще вот такая вот подтасовочка, так сказать. Есть очень важное для карточных игроков вот такое вот финальное подснятие. Но на самом-то деле, что бы мы с вами ни делали, все равно сверху колоды у нас будет 4 туза. И мы показываем зрителю, что у нас абсолютно обычная колода игральных карт. И это просто феноменальная техника, за которую я вас попрошу прямо сейчас поставить лайк и побить рекорд на моем самом залайканном видео, которое набрало 50 тысяч лайков. Я знаю то, что у вас 50 получилось и 100 получится. И пишите в комментариях, какая это крутая техника. А сейчас, ребята, мы с вами перейдем к обучению. И поверьте мне, это будет очень сложно. Поехали. Итак, ребята, давайте-ка приступим к обучению. Но для начала, немножечко информации. Во-первых, это самая сложная техника, которая когда-либо была у меня на канале. Это невероятно крутая математика. И я вам скажу так. Я занимаюсь фокусами уже более 8 лет. И я данную технику тренировал больше недели. Каждый день 10-20 раз я эту технику проделывал. И вот только сейчас я пришел к такому вот моменту, когда могу с вами поделиться этой техникой, так как это было в демонстрации. То есть, очень беспалевно, очень чисто. Значит, вам понадобится абсолютно любая колода. Например, я использую колоду B. Она очень идеально подходит для читерских техник. Например, если вы хотите сделать там какой-нибудь second deal, то bottom deal. Эта колода подходит просто идеально. И приобрести ее, конечно же, можно в моем интернет-магазине по ссылке в описании, прямо под этим видео. Почему там нужно покупать? Первое, карты очень выгодно стоят. Второе, это точно оригинал, потому что я за качество отвечаю. Ну и третье, это мой магазин. Вам нечего бояться, вас никто не кинет. Плюс еще, вы можете использовать купон Ясобзора и получить скидку в 5% на любой заказ. Также еще Worldwide Shipping и так далее, и тому подобное. Значит, мы сейчас с вами изучим вот эту вот технику, как это все делается. А потом я вам покажу очень крутой бонус. И этот бонус вообще невероятно круто впишется в данную технику. Это будет бонус в конце видео. Поэтому, если вдруг, кстати говоря, вам что-то непонятное, перематываем видео. Я постараюсь максимально подробно все вам рассказать и описать. И это просто супер техника. Поэтому ставим лайки, подписываемся на канал, ставим колокольчик, чтобы не пропускать такие видео крутые. Ну и плюс еще вдобавок, обязательно пишите свои комментарии, свое мнение, как вам такая техника. Ну а мы давайте-ка приступим к обучению. Так еще не забываем, под этим видео вы сможете найти супер курс, если вы начинающий фокусник, либо только собираетесь этим заниматься, мой авторский, где собраны самые нужные техники для начала. И изучив данный курс полностью, вы потом без проблем сможете изучать все фокусы постепенно, с легкостью. Так, начинаем. Значит, вам заранее необходимо либо подготовить 4 туза. Если вы хотите просто взять и в конце вашего карточного выступления показать, какой охренительный шулер, тогда вы просто берете вот так вот колоду и достаете 4 туза. Если вы хотите это вначале показать, тогда вам нужно их как-то укомплектовать, чтобы потом красиво достать. Самое простое, что я могу вам порекомендовать, это 2 туза сверху и 2 туза снизу. Берете, делаете уточку, вот так вот, и резко кидаете колоду, оставляя в руках 2 карты здесь и 2 карты здесь. Все, вы красиво достали 4 туза с помощью вот такой вот уточки. То есть сверху и справа, сверху и снизу. Вот вы, например, достали 4 туза. Также еще хочу отметить то, что это у нас, ребята, чистая математика. И вам сейчас необходимо разделить колоду примерно на 4 равные части. Но, даже если вы эти карты разделите неровно, все равно с помощью математики вы будете все приводить в идеал для этой техники. Вот, например, первая стопочка, вот, например, вторая стопочка, третья и четвертая. Далее вам необходимо взять вот этого первого туза и развернуть в левой руке веер простой. И теперь ваша задача какая? Вы должны отсчитать слева направо ровно 6 карт. И вот вы что делаете? Вы берете и считаете 2, 4, 6. Первый совет я вам очень рекомендую отсчитывать по 2 карты, потому что это максимально удобно. Если, например, вы будете считать по 3 карты, и, например, вам нужно будет 7 карт или там 8 карт, вам нужно будет сначала отсчитывать 3, потом еще 3, потом еще 2, нет. Так вы быстро, бегая через одну карту, например, 2, 4, 6, будете очень быстро это все отсчитывать. И вы засовываете сейчас этого туза четко на 6 карт слева, получается, и вы на 7 позицию его кладете. 2, 4, 6. И вот между восьмеркой и вальтом нам нужно засунуть туз, первый туз. Теперь вы, очень важно, отсчитывайте еще те карты, которые у вас справа. 2, 4, 6, 7. Теперь ваша задача сделать так, чтобы между вот этим вот первым тузом и между вторым тузом было ровно 12 карт. Это нужно для того, чтобы эта схема у вас точно получилась. То есть, еще разочек, здесь у нас 7 карт идет после этого туза. Значит, здесь вам нужно сделать, отсчитать ровно 5 карт, потому что 7 плюс 5 будет ровно 12. И вы, опять же, отсчитывайте 2, 4, вот восьмерка, это 4 и 5. И засовываете вот на вот эту шестую позицию туза. Очень важно, вы должны соблюдать это правило обязательно, потому что если вы на одну карту ошибетесь, это все, это минус техника, у вас ничего не получится. И я, опять же, вот показываю вам, как это нужно быстро отсчитывать. То есть, этот отсчет идет по 2 карты, 2, 4, 6. Вот сейчас у вас ровно идеальная схема, когда у вас 6 карт находятся справа от туза. Теперь в этой стопочке вам нужно тоже 6 карт отсчитать. То есть, у нас есть 2, 4, 6. И вы на седьмую позицию засовываете снова нашего туза. И это у нас уже третий туз. И вы опять отсчитываете эти карты 2, 4, 6. То есть, вы представляете, сколько нужно времени потратить начинающему фокуснику, чтобы все эти карты пересчитать. И опять у нас идеальная схема, когда у нас снова справа 6 карт. И опять нам нужно 6 отсчитывать. 2, 4, 6. Все. А все, что справа отсюда, вам уже не важно, потому что вы всю технику сделали. Теперь давайте-ка, я думаю, вы понимаете, в чем суть. Отсчитаем, если у нас, например, здесь было 2 карты. Справа от туза. Значит, здесь вам нужно подсчитать целых аж 10 карт. Если здесь будет 3, тогда здесь нужно сколько? А ну, давайте-ка вместе-ка посчитаем. Правильно, нужно будет 9 карт отсчитать. Если здесь 8, здесь 4. Если здесь, например, 1, здесь 11 карт. И это очень нужно делать быстро, как это было в демонстрации. Это нужно будет еще объяснять зрителю то, что мы берем там и показываем тузы, и засовываем конкретно в нужное место. Но для зрителя мы преподносим это все так, будто бы это чистый рандом, мы случайно так вот засовываем карты. Я как бы рекомендую использовать технику отвлечения внимания. Вы говорите, вот у нас есть обычный туз. То есть, пока вы это говорите, вы отсчитали 2, 4, 6, засунули сюда туза. Пока вы засовываете этого туза, поправляете его, вы уже можете посчитать правые карты. И это нужно делать быстро, четко и 100% но. То есть, вам нельзя сделать так, чтобы, например, 2 карты вот так вот стало, и вы одну посчитали, а тут на самом-то деле 2. Нужно разворачивать веер ровненько. И все. И на данный момент у нас все самое, так сказать, сложное закончилось. Мы берем и действительно затасовываем наши тузы в центр. Мы действительно их задвигаем без каких-либо контролей. Если на данный момент вам что-то непонятное, перемотайте видео. И я думаю, вы поймете. Здесь самая главная фишка. Первого туза вы отсчитываете ровно на седьмую позицию кладете. То есть, слева от него должно быть 6 карт. Справа вы отсчитываете то, что у вас получилось. Например, там будет 6 карт. Тогда следующая стопочка 6 карт. Еще справа 6 карт. И так далее и тому подобное. Если, например, сначала у вас там попалось во втором тузе, там, например, 5. А дальше у вас там 4 карты. Тогда в следующем, если справа от туза 4 карты, вам нужно добавить 8. Чтобы между тузами было ровно 12 карт. Все. На этом мы заканчиваем. И теперь переходим к довольно-таки простому, но если вы занимаетесь фокусами. Это, ребятки, подгоняние наших тузов наверх колоды. Значит, вы обосновываете все свои последующие движения следующим образом. Что мы сейчас берем и начинаем усложнять всю схему, усложнять нам фокус и перетасовывать карты. И первая тасовка у нас самая простая, которую повторит любой, кто только может представить, кто только возьмет карты в руки. Вы говорите, самая простая тасовка. И вам нужно в этот момент отсчитать ровно 6 карт. Те 6 карт, которые мы изначально клали сверху первого туза. И вот он, наш первый туз уже находится сверху. И теперь мы будем по математике всех этих тузов совмещать. И давайте посмотрим, как это делается. Первая тасовка у нас называется врезка, либо фарошафл. Эта тасовка есть у меня на канале. И в конце данного видео, вот здесь вот где-то вот на экране появится эта тасовка. Врезка она называться будет. Значит, вам необходимо разделить колоду четко на 2 части. И здесь, опять же, у меня к вам совет. Вот представьте, кто вам столько советов дает, как не я. Поэтому за советы ставим лайки, подписываемся опять же. Я вам надоел, но, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Потому что меня огромное количество смотрят без подписки. А они потом не знают, что выходят такие крутые видосы. Все, я замолкаю и продолжаем обучение. Значит, суть фарошафл. Сейчас мы будем с вами соединять верхнего туза с центральным и второго туза с четвертым с помощью фарошафла. Вам нужно разделить колоду на 2 равные части. Вот сейчас я это сделал практически идеально, кроме вот этого вот туза. Он должен быть слева. Как я вам советую это делать? Вы берете колоду вот в такой хват, разворачиваете его к себе вот так вот, чтобы зритель не видел то, что вы будете отсчитывать. Зритель будет видеть вот так вот стопочку. Вы же будете ее видеть под таким наклоном. Вы делите примерно на глаз посередине. И ваша задача вот этого туза, если вы его увидели, скинуть влево, в левую стопочку. Если же вы, например, разделили и вы видите то, что вот здесь вот вы быстренько прогоняете вот так вот карты. Вы видите то, что здесь у вас туза нету. Вы тогда начинаете наоборот отсюда отсчитывать. И когда вы увидели вот этого туза, вы останавливаетесь. Вам нужно, чтобы он был в этой стопочке первой. И то же самое, один туз, вот он, он находится в этой стопочке первой. Соответственно, мы берем сейчас и делаем четенькую врезку один в один. Это очень важно. Вот. Сейчас я сделал идеальную врезку и сейчас 100% все наши тузы соединились. То есть, получается, это у нас первый с третьим и второй с четвертым. Делаем вот такую вот врезку. Опять же, обосновывая зрителю тем, что это мы затосовываем, все перетасовываем. И смотрим. Сверху у нас два туза. И точно так же по центру. Сейчас мы найдем их. Вот они. Два туза уже находятся у нас по центру. И теперь мы делаем рифл-шафл на столе. Все то же самое. Разворачиваем колоду вот так вот к зрителю. Примерно наполовину разделяем. Например, я сейчас вижу двойку. Я четко понимаю то, что тузы, скорее всего, слева от меня. И вот они. То есть, представьте себе, насколько я уже натренировался. Что я четко разделил по центру эти карты. Для чего вам нужно вот так вот держать карты? Для того, чтобы просто подснять одну карту. Увидеть, что здесь находится туз. Все. Вам больше ничего не нужно знать. Вот. Вы разделили колоду на две части. И теперь у нас получается два туза здесь и два туза здесь. Вы берете и делаете вот такую вот тасовку. Оставляя вот эти два туза и вот эти два туза. Вот. Вы сейчас их перетасовали. И у вас теперь сверху получается четыре туза. Вы все абсолютно сделали правильно. Вы все по схеме сделали четко, понятно и быстро. Еще раз говорю, техника сложная. Далее. Вы берете, начинаете еще запутывать зрителя вот такими подснятиями. Это все ложные подснятия. И сейчас мы им быстренько обучимся. Вот у нас карты лежат на столе. Вы берете, подснимаете первую часть. Вы вот так вот спереди соединяете карты, крепенько их держите. А здесь вы оставляете зазор, чтобы наши четыре туза не потерять. Вот вы, например, круг прошли, второй круг. И вот вы остановились, к примеру. И это финальное подснятие, которое успокоит очень многих, так сказать, людей. То есть вот они, наши четыре туза. Вы берете, вот так вот подснимаете свои карты. Раз, к примеру, два, три. И потом все, будто бы вы остановились. Убираете одну руку, держите зазор и делаете вот это вот. Очень важное подснятие. Потому что сейчас у меня видео становится очень популярным, где я вам рассказываю про крутую технику. И там мне говорят, что финального подснятия нет. Все, это все туфта. Вот вам финальное подснятие. И в этот момент, наверное, 90% всех ребят, которые будут смотреть эту, так сказать, демонстрацию умений фокусника, умений техникера, шулера, они успокоятся. Потому что вы сделаете реально крутую вещь. Вы типа подсняли финально. Но на самом-то деле тузы у нас все равно сверху. И, ребятки, вот такое вот у нас. Супер невероятная техника. Боже мой, 15 минут обучалка идет. Это жесть. Но это еще не все. Сейчас мы перейдем к бонусу. Бонус это у нас эффект триумфа, который мы сможем показать с этими четырьмя тузами. Выглядит он примерно вот так. Я не знаю, получится ли у меня сейчас так сделать, чтобы прям вот четенько. Но мы, например, берем пол колоды, переворачиваем, все это задвигаем, показываем зрителю вот такие карты, показываем зрителю вот такие карты, например, вот такие карты. Но в конце мы щелкаем пальчиком, и у нас все карты вот так вот переворачиваются, типа кроме одной. На самом-то деле эта колода абсолютно не подходит к этой технике. Вот. Поэтому я вам советую для вот этого бонуса, который мы сейчас с вами изучим, использовать колоду с белой обводкой. Потому что вот, например, у нас в этом фокусе ситуация, когда половина колоды перевернута, и если у нас нет белой обводки, то у нас очень все поливно получается. Итак, как же это, ребятки, делается? У нас 4 туза находятся сверху. Мы берем колоду, делим на 2 примерно равные части, но желательно, чтобы слева у вас было меньше карт. И вы начинаете вот это вот все уголочком перетасовывать друг с другом. И вы должны что сделать? Подогнать карты так, чтобы в левой части у нас карты закончились полностью, а в правой части у вас остались эти 4 туза. И вы четырьмя тузами накрываете последнюю карту с левой стопочки. Это очень важно, потому что если у вас одна карта останется с тузами, то у вас получится такое, что вот эти вот все 5 карт будут перевернуты. Поэтому у вас должно быть разделение вот этих вот 4 тузов отдельно, и слева у вас должна быть последняя карта с левой стопочки под тузами. Вот так. Что вы делаете дальше? Эта техника называется Зароу Шаффл. И она тоже, я думаю, в конце данного видео появится. Когда вы берете вот так вот вперед, немножечко отодвигаете вот этих вот тузов, и вот так вот достаете все уголочки этих карт, и вы, получается, задвигаете вот это вот все. Но на весу, конечно, неудобно показывать. Все задвигаете под наших тузов. Очень все сложно, но поверьте мне, если вы отточите это все, то это будет очень круто. Как сделать так, чтобы зритель вот такого капеца не увидел? Все очень просто. Эта техника делается с вот такими вот закрытыми руками. То есть вам нужно задвигать вот так вот, прям кученько ладошками. Тогда вы прикрываете все абсолютно. Ну и когда вы сделали это все правильно, у вас получается половина так, половина так, и 4 туза сверху. И вот почему нельзя использовать карты без белой обводки, потому что вот такая вот жесть у вас будет проявляться. Что вы делаете? Вы показываете зрителю первые карты, что, например, попадаются рубашки вверх, рубашки вниз. То есть до этого момента у зрителя складывается впечатление, что вы перетасовали половину колоды рубашкой вверх, половину рубашкой вниз. Потом вы вот так вот показываете карты. То есть вот они, например, здесь рубашка, здесь лицо, здесь рубашка. Потом вы показываете четко по центру, где у нас вот эти вот две стопочки сходятся. Вы говорите, что может попасться рубашка, рубашка, и потом вы смотрите, когда стопочку с нашими тузами перевернули, вы ее обратно не переворачиваете, а соединяете вместе. Таким образом, у вас уже в центре появляются 4 туза, и это реально нереально круто. Ребята, опять же, последнее мое слово. Ставьте лайки. 18 минут видео, куча полезных советов, очень крутая техника. Пишите об этом в комментариях. Кто-то до этого досмотрел, напишите слово, не знаю, потолок, пожалуйста. Вот я хочу посмотреть, кто до этого момента досмотрел. Напишите потолок, и вы будете молодцом. В общем, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Невероятно крутая техника. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях свое мнение об данной технике. Невероятно сложной, но невероятно крутой. А у меня на сегодня все. До новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok